Время инноваций на телеканале Губерния. Здравствуйте, я Нина Ванина. И после летних каникул мы вновь вам рассказываем о технологиях, которые меняют нашу жизнь. И вот о чем речь пойдет сегодня. Энергоэффективные инновации. Производство капролоктама по новой технологии снизит себестоимость и количество вредных выбросов в атмосферу. О совместном проекте с Роснано сегодня в программе. Завести двигатель, открыть багажник. В один момент узнать, если машину увозит эвакуатор. Смартфон поможет в этом водителям. Теперь и отечественных авто. Лада Коннект. Все о новой платформе, разработанной на Автовазе. Через несколько минут. Печатать детали самолетного двигателя на 3D принтере почему нет в Самарском университете с помощью лазера и порошкового металла сплавили в камеру сгорания. Как прошли испытания, расскажем сегодня. В Тольятти запущено энергоэффективное производство капролоктама, из продуктов, переработки которого делают ну вообще все подряд. От рыболовной лески и капроновых чулков до приборных панелей космических кораблей. Что за технология лежит в основе и как проекту помогла корпорация Роснано? Расскажу далее. Десятки километров трубопровода, насосы, компрессоры и практически нет людей. Производство автоматизировано. И хотя пока новый комплекс в процессе тестирования управляют работой системы с пульта, отслеживая стабильность показателей. Но не только из-за экономии рабочей силы производство капролоктама на Куйбышев-Азоте энергоэффективно. За счет метода рекуперации тепла, то есть его вторичного использования, экономят ресурсы. На стадии дистилляции используется система трехступенчатого использования тепла. Себестоимость продукта таким образом снижается на 12%. За счет того, что мы не отводим тепло в воду, значит мы экономим и воду, меньше ее подаем на охлаждение. И соответственно экономим пар, потому что подогреваем, например, только одну колонну, а за счет нее греются две стальные. Это производство в России единственное подобное. Технология куплена у голландцев. Европейские стандарты предполагают высокую экологическую ответственность. Использование в производственном цикле компрессоров входящих газов позволяет сократить выбросы в атмосферу. Не только чтобы потреблялось меньше ресурсов, но чтобы еще у нас получался более чистый и качественный продукт. Очень многое зависит от того, с какой степенью чистоты мы выделим продукт и сколько мы назад в процесс вернем сырья. Из-за того, что мы возвращаем назад в процесс больше сырья, чем мы это делаем на старых производствах, это тоже нам дает существенный процент экономии. В качестве исходного сырья используется бутанол. В соседних цехах из него производит циклогексан. А на выходе этой технологической цепочки получается капролактам. И без изделия из продуктов его переработки невозможно представить жизнь современного человека. Пластиковые детали автомобиля, упаковка для пищевых продуктов, спортивная одежда. С применением полиамидов разных марок производство экипировки шагнуло далеко вперед. Вот такие ткани легкие, пропускают воздух и отталкивают воду. Проект строительства энергоэффективного производства на начальном этапе проинвестировала госкорпорация Роснано. С выходом производства на полную мощность, а это 260 тысяч тонн в год, Самарский регион укрепит свои лидерские позиции по производству полиамида в стране. Приложение для управления автомобилем «Лада» представили разработчики на московском международном автосалоне. Открывать багажник, заводить двигатель и менять плейлист касанием экрана пальцем – все это уже умели владельцы иномарок, преимущественно премиум-класса. И вот теперь X-Ray и Vesta оснастят платформой «Лада Коннект». С гаджета можно будет проверить, закрыты ли двери, подать световой и звуковой сигнал, чтобы быстро найти машину на парковке, сию минуту получить сообщение, если машину ударили или эвакуируют, а также прогреть машину в морозное утро и еще с десяток полезных функций, включая совсем уж фантастическую анализ стиля вождения. Создатели полагают, что так водитель сможет совершенствовать свои навыки, следить за расходом топлива, а еще вот это важно, предоставив страховой аналитику получать скидку на поле с каском. Первые автомобили «Лада Коннект» сойдут с конвейера в начале 2017 года. Технология 3D-принтинга существует в той или иной форме с 80-х годов прошлого века. И если раньше о коммерциализации говорили как-то неуверенно, то сегодня аналитики прогнозируют, к 2018 году эта сфера мирового рынка увеличится до 16 миллиардов долларов. Пока же основным продуктом печати остаются прототипы. В Самарском университете, к примеру, напечатали прототип камеры сгорания газотурбинного двигателя. Как прошли испытания и когда испытают двигатель целиком, расскажу прямо сейчас. Это самое главное пространство, где происходит непосредственно сам процесс выращивания. Вот там сверху находится лазер. Само излучение не видно, но зато мы видим эффект сплавления этого порошка. Сейчас мы видим, что вот у нас проезжает такой дозатор, который высыпает порошок, а это уже лазер бегает и как раз сплавляет контуры вот этих вот деталей. Высокопрочная сталь, титановые и никелевые сплавы. Из этих материалов, как правило, делают детали газовых турбин. Эта установка селективного плавления, позволим себе назвать ее 3D-принтером, работает с теми же металлами, только в порошке. Прототип камеры сгорания напечатан за 5 часов. Мы засовываем руки, берем пылесос такой вакуумный и начинаем собирать вот эти все излишки порошка. После того, как отделили, почистили, в принципе, деталью ее можно уже в какой-то степени исследовать. Исследовали камеру экстремальными температурами от 400 до 1600 градусов Цельсия. Здесь мы испытывали не сам процесс горения, а возможности вообще использования этих материалов для изготовления камер сгорания. Поэтому мы нагружали эту камеру сгорания температурно. То есть мы ее запустили и некоторое время проработали на высокой температуре. Тепловую нагрузку материал отечественного, кстати, производства, выдержал. И сама технология 3D-принтинга деталей такого рода прошла проверку на прочность. Следующий этап – испытание малоразмерной газовой турбины целиком. Она уже собрана и ждет начала тестирования. Система запуска, топливная система, компрессоры, турбина в данном случае сварные, собирались по чертежам. Но сердце двигателя, камера сгорания создана по новой технологии. Если это сварная частичная конструкция, она собирается, то здесь выращено целиком монолит. Понимаете, вот по чертежам готовые лазерные спекания. Если надо внести какие-то изменения, то компьютерная программа, она же быстро подготовит. Можно раз. Процесс доводки двигателя, чтобы вы знали, если придет примерно 3-5 лет. Данная технология очень перспективная. Она в разы сокращает сроки подготовки производства, сокращает, соответственно, себестоимость изделий. Я думаю, что в дальнейшем эта технология, как говорится, будет востребована на предприятиях нашего региона. Это как кузнецов, по той именно установке, которую мы создаем, так и для РКЦ «Прогресс». То есть есть у нас сейчас ведутся работы для, ну, то есть определенные работы для их, соответственно, узлов. Вот только перейти на подобную технологию создания деталей промышленность страны еще не готова. Необходимо менять и заводское оборудование, и готовить новые кадры. Но лет через пять – это прогноз ученых Самарского университета. Замена части комплектующих на сплавленные лазером вполне реальна. Молодые ученые, среди которых наверняка есть маленькие гении, Самарский университет собрал финалистов Всероссийского конкурса «Орбита молодежи». Модели луноходов и наноспутников, исследования влияния космической атмосферы на растения, животных и человека, сто лучших работ и два дня, чтобы определить победителей. Мы познакомились с некоторыми претендентами на победу. Восемь лет – самое время мечтать о космосе. Михаил Резников из Москвы на конференцию привез свое исследование воздействия магнитного поля на растения. Метод хочет опробовать на борту МКС. Я связался по телефону с летчиком-самонавтом, героем России Олегом Артемьевым, и он мне рассказал, что на сегодняшний день существует, что это можно сделать на борту МКС, но существует одна проблема – защита аппаратуры на МКС, потому что на него делал магнит, он может сделать все, что угодно с аппаратурой. А Руслан Хадыев задумался не о растениях, но о людях. Чтобы космонавты не скучали по земному общению, школьник изобрел робот с человеческим лицом. Вернее, лицо приобретет со временем, а сейчас реагирует на интонации голоса, способен подавать сигналы в случае изменения температуры и положения в пространстве. Он старается двигать своим зрачком в ту сторону, откуда исходит этот звук. Это было сделано по специальной технологии, которая была разработана также мной. То есть берется значение датчиков, делится определенный коэффициент и получаем вращение мотора. Планирую сделать трекинг, то есть распознавание лиц в систему, чтобы робот смог узнавать людей. Планирую сделать, добавить датчик давления, влажности воздуха, чтобы робот следил за этим сам. Заказчик у тебя какой-то есть, который тебе говорит, вот нам нужно это, а вот это подработать. Я планирую, что... С кем-то, кто у тебя будет заказчик? Пока его нет, я планирую, что найдется такой человек. Нам надо к нам обращаться, чтобы он нашел. Конкурс «Орбита молодежи» проводится ежегодно, и научная конференция становится его финалом, куда приглашают сотню лучших школьников и студентов. В этот раз принимает научное сообщество Самарский университет. У нас проводится этот конкурс шести номинаций, проводится таким образом, что пять номинаций, они идут постоянно из года в год, а шестую номинацию определяют наши хозяева, которые принимают нас. Если в прошлом году это было развитие космодрома, шестая номинация, то в этом году это малокосмические аппараты. Малокосмические аппараты, наноспутники, которые мы здесь сделаем, они становятся одним из достижений вообще российской космонавтики. Поэтому молодежь очень активно занимается в этом направлении, и поэтому выбран наш университет. Победители конкурса помимо ценных призов наградят поездкой на Байконур, где в конце сентября планируется пилотируемый запуск Союза. На этом у меня все. Больше интересного в наших следующих выпусках. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова